Я уверен, что дискуссия выйдет очень хорошей, потому что в гостях у нас сегодня два очень видных журналиста и аналитика. Это Харальд Шуман, немецкий журналист, долгие годы работал в Der Spiegel, сейчас работает в газете Tagesspiegel, он автор многих книг, в том числе по проблемам глобализации. Как он мне объяснял накануне, я не антиглобалист, я понимаю, что глобализация реальность, но я хочу, чтобы она проходила лучше. И Федор Лукьянов, известный российский журналист и политолог, редактор, возможно, лучшего журнала в России о внешней политике, России в глобальной политике, который издается в партнерстве с журналом Foreign Affairs, и у которого тоже, конечно, есть свой взгляд на тему глобализации, на тему о том, какое место у России в процессе глобализации и в будущем глобализации. Так что, надеюсь, все у нас будет сегодня очень хорошо. И я хотел бы без долгих, так сказать, дальнейших разговоров начать с Харальда Шумана и попросить его, а затем у Федора Лукьянова, как-то так тезисно охарактеризовать, что для них лично более всего важно в этой теме, теме будущего глобализации. Я подготовил пять тезисов, я постараюсь кратко их собрать воедино. Для меня современная форма глобализации, то есть объединения рынков, предприятий и культур, а также потоков информации – это сообразование всемирного общества в том виде, в каком оно раньше никогда не существовало. Центральный признак этой новой эпохи состоит в том, что государство и народы становятся все более зависимы друг от друга. Ни одна нация, ни одно государство не может жить само по себе, не учитывая интересов других наций и государств. И мне бы хотелось лишь пару центральных моментов отметить для того, чтобы продемонстрировать моё представление об этом. Четверть всех товар и услуг по всему миру продаётся за границу, идёт на экспорт, и торговля растёт быстрее, чем экономика в два раза. Есть 30 тысяч международных предприятий, 3 миллиона дочерних компаний, и производство распространяется по всем континентам. Вот, скажем, взять электробритвы. Десять стран участвуют в производстве обычной электробритвы. В Германии 30 самых крупных предприятий находятся сейчас в руках иностранных акционеров. Таким образом, глобализация касается и финансового рынка. То есть мышление в национальных категориях доходит до абсурда. Это позитивная сторона. Отрицательная сторона состоит в том, что та система, которая у нас сейчас есть, она абсолютно нестабильна. И уже в ближайшее время глобализация в том виде, в каком мы её знаем, разрушится, если нам не удастся реформировать экономику. Сейчас можно видеть три трещины, по которым система начинает расползаться. Первая трещина – это неправильно отрегулированная финансовая система. Она некогерентна, нестабильна, и она угрожает мировому сообществу эскалации кризисов. И в рамках этих кризисов продолжает расти власть финансовых концернов, которые вызывают эти кризисы. Поэтому нам нужно заново упорядочить финансовую систему, поскольку иначе финансовая система приведёт к концу глобализации. Вторая важная трещина – это изменение климата. Изменение климата – это тоже продукт глобализации, потому что весь мир сейчас хочет жить так, как богатые промышленно развитые страны живут уже в течение десятилетий. И легко можно увидеть, что это не работает. Сейчас 1,5 человечества тратит 4,5 всех ресурсов. И если в ходе глобализации, скажем, всё больше людей будут хотеть иметь собственный автомобиль, иметь отапливаемый дом и так далее, тогда ресурсы планеты просто дойдут до своего лимита. И получится, что у нас атмосфера будет абсолютно загажена выхлопными газами, и вся планета превратится в свалку. И третья трещина стоит в том, что в рамках глобализации мы сталкиваемся с всё большей бедностью. Более миллиарда человек имеют так мало денег, что они не могут себя прокормить. Ведь это приводит к спорам, конфликтам и потенциальным войнам. Это проблемы. Есть ли какие-то решения, которые технически были бы выполнимы? До сих пор проблема состояла в том, что наши национальные правительства и политические институты не готовы к этим задачам. Потоки капитала и товаров стали глобальными, предприятия действуют вне каких бы то ни было границ, но правительства остаются в рамках границ своей страны. И несмотря на то, что всем ясно, что крупные задачи будущего могут быть решены только в глобальной кооперации, в глобальном сотрудничестве большинство правительства, к сожалению, и российское правительство тоже активно занимается защитой только национальных интересов. И эта национальная косность используется глобальными акторами, финансовыми компаниями и так далее для того, чтобы разыгрывать эту карту и использовать деструктивные модели для собственного обогащения. Этот разрыв между глобально действующими предприятиями, с одной стороны, и национальными правительствами, с другой стороны, приносит плюсы, прежде всего, тем, кто располагает большим количеством капитала. И это означает, что все большая доля доходов от экономики получается все меньшим количеством людей, все меньшим количеством. В общем-то, мир богат. Но если взять только статистику экономическую, то каждый гражданин на планете сейчас зарабатывает по 10 тысяч долларов в год. То есть вполне достаточно, чтобы не голодать и не страдать от отсутствия медицинского обслуживания. То есть, в принципе, можно было бы устранить основу для конфликтов. Первый раз в истории человечества. Но большинство от этого богатства не получает вообще ничего, потому что эти доходы получает лишь очень малая часть населения. Сейчас в настоящий момент 10% населения имеют 2 трети всей собственности. И лишь 1%, 650 тысяч человек имеют 1 четвертую. А в Америке еще более драматическая ситуация. Одна семья владельца концерна Walmart имеет столько, сколько треть наименее обеспеченного американского населения. Это проблема не только справедливости, это проблема чисто экономическая, поскольку эти гигантские состояния, они не создают спроса на товары и услуги. И они лишь создают спрос на возможности вложить деньги на услуги финансового рынка. В результате раскручивается финансовый рынок, и этот финансовый рынок сопроизводит новые кризисы. Одновременно это финансовое неравноправие приводит к тому, что во многих народах и социальных слоях возникает мысль, что люди чувствуют себя ненужными. И здесь заложена бомба замедленного действия. Потому что чем сильнее люди чувствуют себя вытесненными из жизни, из экономической деятельности, тем больше они вытесняют еще более слабых. Это потенциально приводит к власти политиков, которые реализуют весьма деструктивную политику. Это видно по Tea Party в Америке. В основном ее выбирают люди, которые боятся потерять свой социальный статус. Но вот та политика, которую реализует Tea Party, она приводит к еще большему ограничению социального статуса, потому что из-за уменьшения налога государство становится все беднее и не может помогать бедным. И таким образом создаются условия, которые исключают стабильность для мира. И если не удастся дать возможность большинству населения планеты поучаствовать в распределении благ глобализации, то глобализация столкнется с собственными противоречиями и потерпит фиаско. Мы столкнемся с протекционизмом, с запретительными таможенными пошлинами и так далее. С этим мы уже сталкивались уже в истории человечества примерно 100 лет назад. И тогда уже был большой скачок глобализации, но тогда противоречия в Америке и в европейских странах стали слишком велики. И государство снова направили свои усилия на конфронтацию. И либо человечество решит эти проблемы, либо вследствие изменения климата и недостатка ресурсов начнется период конфликтов и войн. И с этим столкнутся все народы Земли. Мы собрались в понедельник на неделе, когда во Франции, в Давиле пройдет очередной саммит большой восьмерки. В четверг и в пятницу лидеры восьми стран, плюс примкнувший к ним глава Евросоюза, глава Еврокомиссии, соберутся, чтобы, как раньше считалось, решать какие-то важные мировые проблемы. Я думаю, что никто не удивляется, что сейчас никто не ожидает от них, от этих людей, которые там соберутся, что они во время встречи или перед, или после эти проблемы решат. Более того, если раньше предполагалось, что они их все-таки пытаются решить, то сейчас я бы сказал, что это группа людей, которые проблемы скорее создают. Потому что ни одна Сирия, Северная Корея, Пакистан, Ливия не способны внести такой дисбаланс в мировое развитие при всех своих желаниях и усилиях, как, скажем, одно ошибочное решение Федеральной резервной системы США или какие-нибудь сбои в экономической политике Евросоюза. И те люди, которые там собрались, они, в общем, соберутся. И Барак Обама, и Николай Саркози, и Сильва Берлускони, и Дмитрий Медведев. У всех своя повестка дня, по сути дела. При этом они настаивают на том, что встречи их, тем не менее, важны, потому что если их не проводить, то, по крайней мере, часть стран, которые участвуют в этой восьмерке, они уже нигде не будут считаться лидерами чего-либо. К сожалению, как мне кажется, Россия как раз относится к этой категории, потому что, скажем, Соединенные Штаты, Китай, Германия в какой-то степени, они и в более широких форматах принадлежат к числу тех, от кого многое зависит, благодаря объёму экономики, благодаря валютным резервам или ещё чему-то, то такие страны, как Россия, Великобритания, Италия, Канада и даже Франция теперь уже едва ли могут рассчитывать на какую-либо роль в этом глобальном мире, ту роль, которую они играли раньше. И это показывает, как всё изменилось. До тех пор, пока в мире существовал некоторый баланс, а он существовал до конца Холодной войны. Можно говорить много плохих слов о Холодной войне, но это были довольно чётко установленные правила игры, которые в целом соблюдались теми участниками, от которых зависела судьба. После того, как не стало Советского Союза, на какое-то короткое время показалось, что теперь победила именно та идея и тот способ производства, которые способны обеспечить успех и процветание всем, без исключения. Ну а потом быстренько стало становиться понятным, что никакого волшебного решения проблем нет. Более того, чем меньше баланса, тем меньше вот этой устойчивости, которая была в Холодную войну, потому что система стояла на двух ногах. А потом вторую ногу убрали, оказалось, что она на одной-то ноге не стоит так, как предполагалось, потому что даже такая огромная, могущественная и во всех смыслах великая страна, как Соединённые Штаты, выполнять роль единственной опоры мироустройства, единственного лидера не в состоянии. После чего, когда это стало понятно, а мне кажется, что это окончательно проявилось где-то вот к концу XX века и в самом начале XXI, на фоне растущей глобализации, то, о чём говорил Харальд, на фоне того, что взаимозависимость растёт, барьеры упали, страны не могут больше никоим образом, страны, государства, народы не могут отгородиться от происходящего вокруг них, но всё больше создаётся ощущение, что вот эта взаимозависимость, она не благо, а она скорее обуза. Вот если взять самый яркий пример симбиоза, который мы видим сейчас, симбиоз американской экономики и китайской экономики, до мирового кризиса считалось, что именно этот симбиоз, он и является гарантией мирного развития, потому что они взаимно дополняют друг друга, Китаю нужен американский рынок, Америке нужны китайские товары и, значит, деньги, которые вкладываются в долговые обязательства, и вроде бы всё очень благополучно, потому что, ну, нашли друг друга буквально. Но выяснилось, что вот эта зависимость, она на самом деле тяготит обе стороны, потому что модель, на которой всё это основано, она, во-первых, неустойчива, ну, это мы наблюдали во время финансового кризиса, то есть любой сбой в американской системе, вызванный вот этим надутым пузырём, он становится, моментально становится мировым кризисом, а во-вторых, одно дело экономическая зависимость, а другое дело политическое сознание. И политическое сознание, я в этом совершенно согласен с Харальдом Шуманом, совершенно не успевает за вот этой вот глобальной взаимозависимостью. Но, на мой взгляд, к сожалению для всех нас, оно и не успеет, потому что нет никаких оснований полагать, что правительство, а за правительствами всё-таки стоят народы, стоят нации, что они вдруг в какой-то момент резко просветлятся и начнут думать по-другому, думать в категориях общечеловеческих, а не в категориях национальных, потому что они всегда думали в категориях национальных и других категорий не знают. И в этом смысле, мне кажется, очень иллюстративным примером является та трансформация, которая произошла с Европейским Союзом за последние годы, за последние немного лет, буквально несколько лет. Ещё в начале 21 века Европейский Союз казался идеальным прототипом будущего политики, когда нации добровольно, поэтапно отказываются от своих суверенных прав, от своих суверенитетов, тех самых устаревших, по мнению моего собеседника. Но только это продолжалось до тех пор, пока не настал момент принимать решение. А таким моментом, ну в общем, несколько упрощая, можно сказать, что таким моментом была разработана в начале 2000-х годов Конституция Европейского Союза, которая делала шаг от объединения национальных государств к чему-то другому, когда национальные государства должны были всерьёз начать отказываться от своих политических прерогатив. И вот тут всё кончилось. Конституцию не приняли. А то, что началось потом и продолжается сейчас, убыстряющимися темпами, показывает, что нации не готовы отказываться от суверенитетов. Более того, именно сейчас, и именно в демократических странах, где политики зависят от мнения избирателей и не могут игнорировать мнения избирателей, общественные настроения смещаются в сторону большей суверенизации, большей национализации. Люди, как я совершенно согласен в этом с Харальдом, люди боятся, люди не понимают, люди теряют опору, потому что идентичность национальная атакуется со всех сторон разными проявлениями глобализации, а ничего другого люди не знают. Они ищут, за что зацепиться, и выясняется, что национальные ценности, а в некоторых случаях даже и религиозные, которые, казалось бы, в значительной части мира ещё более, так сказать, остались позади, это единственное, за что можно пытаться уцепиться. И мы видим результаты выборов в одной европейской стране за другой, которые, в общем, достаточно однонаправленны. То есть те партии, которые не имеют особых идей и программ, но в широком смысле выступают за протекционизм, не экономический протекционизм, а защиту того, к чему мы привыкли. Оставьте всё как есть, не трогайте. Вот эти партии добиваются успеха. Они не победят на выборах, я думаю, нигде. Но чем больше за них голосуют, тем больше правительству, мейнстриму приходится сдвигаться в их сторону, потому что иначе мейнстрим будет терять голоса. В результате, мне кажется, что мы действительно вступаем в крайне опасный период, в этом мы, наверное, согласны, когда осознание, теоретическое осознание необходимости чего-то общего будет сопровождаться практическим движением в прямо противоположную сторону. То есть попытки структурировать глобализацию так, чтобы она не угрожала суверенитетам и идентичностям разных народов, они будут усиливаться. Совершенно не факт, что они приведут к какому-нибудь позитивному результату, но такова психология человека, который, в общем, все-таки скорее хватается за что-то привычное, чем бросается в будущее с оптимизмом и надеясь на то, что оно будет лучше. А учитывая, что нигде в мире, нигде вообще, мы не наблюдаем того уровня и качества политического лидерства, которое необходимо для переломных моментов, я настроен довольно-таки пессимистически по поводу будущего глобализации. Вот я бы хотел, чтобы каждый из вас объяснил, а что, собственно, движет глобализацией, потому что если ей ничто не движет, у нее не будет будущего. А если ей что-то движет, и что-то ей мешает, тогда что? Ну, что касается приводных ремней и движущей силы, то, безусловно, это силы, потенциал экспонтирования капитала, как в коммунистическом манифесте было написано Карлом Марстом, и все элементы там имеются. Капитал развивается, пока не достигнет конечной границы мира, разрушает старые структуры. Вы знаете, все это мы читали в манифесте. Это есть движущая сила, и совсем не самая плохая движущая сила, потому что за последние 20-30 лет она обеспечила, по крайней мере, где-то 800 миллионам людей выбраться из-за абсолютной бедности. Люди, которые, собственно говоря, не имели куска хлеба, не имели медицинского обслуживания, они освободились в рамках глобализации. Это огромная прибыль, это огромная победа, и глава великолепна в истории человечества. Это нужно воспринимать, потому что есть что терять в конечном итоге. Но что является основным элементом экономической глобализации, то это, безусловно, всемирное глобальное разделение труда. Я буду говорить чуть помедленнее, ну, конечно. Так, это различные государства, различные регионы находятся на различных уровнях своего развития. Они организуют у себя различные частические производства, и все получают что-то от этого, в смысле положительное. И вот эти регрессивные тенденции, господин Лукьянов, как вы об этом говорили, я тоже их вижу, но я думаю, что вы недооцениваете, это прежде всего интересы тех, кто организует эти экономические процессы, эти бизнес-процессы. И именно в Европе, если взять европейский рынок и рынок Евросоюза, то нужно отметить, что за последнее время практика сложилась такая, что каждое небольшое предприятие, даже если у него 50 или там примерно 100 работников, и имеет офисы в нескольких соседних европейских государствах. И там, в конечном итоге, продает там, в этих странах, значительную часть своих продуктов и услуг. И для него развал Евросоюза, или, предположим, развал еврозоны, немедленно будет означать, что он как минимум треть своего объема портфеля заказов потеряет. Поэтому, если такое сопротивление, ну, например, применительно к европейской конституции, или, предположим, если взять финские выборы и желания и стремления финны, если взять Португалию, если взять Грецию, то в этом европейском контексте мы должны видеть диалектический процесс. С одной стороны, в одном направлении идет развитие, потом в другом, но это не означает, что весь эксперимент оказался совершенно несостоятельным. Европа к этому не подходит. Интеграция настолько далеко зашла, что все те, кто хоть чуть-чуть образован политически, знают, что если вдруг повернуться это вспять, то мы все потеряем свой уровень благосостояния. Я весьма убежден в том, что, скажем, в Германии, во Франции, в Старых, в Голландии, в Италии, в Испании, в коренных землях, так сказать, странах Европы, это мнение утвердилось. Моему сыну сейчас 19, он учится в университете, и если вы посмотрите, в какой я университет поступлю, в Мюнхен, в Гамбург, в Штутгарх, да нет, они смотрят на карту, и, может быть, я не в Мюнхен, а в Париж, или в Мадрид, или в Лондон поеду на учебу. Вот это уровень интеграции, я не думаю, что сделать его, повернуть спять невозможно. И, понимаете, в глобальном срезе вы говорили о том, что взаимоотношения между США и Китаем имеют место, точно так же, как вы это и описали, глубокая взаимозависимость, но и здесь нужно видеть, если американцы вдруг начали бы вести себя в смысле конфронтации по отношению к Китаю, возьмите в вопросах валюты, в вопросах большой двадцатки, то тогда в Америке очень богатые люди потеряют огромное количество денег, 400 миллиардов долларов американцы инвестировали в Китай, и все они тогда будут потеряны, а для китайцев, китайцы всю свою динамику своего рынка они привязали не столько к американцам, сколько к союзникам американцев, в том числе и европейцам, если китайцы выйдут на уровень конфронтации с Америкой, то это автоматически будет означать конфронтацию с Европой, и тогда вот эта экономическая динамика в большой степени окажется поддорванными, та динамика, которая удерживает правителей китайских власти. Прогнозы, да, вот мы прогноз такой посмотрим. Если посмотреть вот на эти попытки решения глобальных вопросов, ну вот тогда надо, во-первых, нужны ли какие-то новые глобальные институты для решения проблем глобализации? Вот я лично, просто как человек, пока не вижу. Там ООН глубоко застряла в эпохе Корейской войны 1953 года, ну в лучшем случае войны судного дня, значит семерка превращена и восьмерка, это вообще непонятно про что, двадцатка, это уж точно совсем непонятно про что, это просто, ну у кого деньги есть, собрались и пытаются что-то решить. Нужны ли и возможно ли, какие-то, будут ли возможно какие-то институты через 20, 30, 40 лет, если мы расширим временной горизонт, продвинем его дальше, для решения вот этих глобальных проблем, какое-то, так сказать, если хочешь, мировое правительство, уж извини за такой наверший в зубах термин. Конечно, нужны. я тоже, как это и не вижу пока таковых, но, наверное, это потому, что мы живем пока в переходном времени, то есть, то, что кончилось в 89-м, в 91-м годах, это завершило эпоху, а то, что началось тогда и продолжается до сих пор, это, как выяснилось, это не эпоха, это междуцарствие такое, вот между одной системой и какой-то другой системой, которая, безусловно, возникнет, так не бывает, чтобы она не возникала. Нарисуй нам царствие, как ты увидишь. А я не знаю, если бы я мог нарисовать, я бы, наверное, может быть, много денег заработал. просто сейчас мы пока еще видим эрозию и распад прежних институтов. Я не думаю, что он исчезнет там, потому что другого, ну, а, собственно, зачем? Это такое собрание всех. А вот все остальные институты, начиная от НАТО и заканчивая международным валютным фондом и масса других, более мелких, как мы видим, они дисфункциональны становятся. И те функции, которые они хорошо выполняли в прежней системе, потому что были созданы для этой системы, они не могут выполнять сейчас, потому что системы то и нет больше. Наверняка что-то будет появляться, но только не в ближайшее время, потому что, к сожалению, прежде чем появится новое, должно отмереть старое. Беда заключается в том, на мой взгляд, что в истории нет примеров, когда бы новый устойчивый миропорядок возникал без крупных потрясений, ну, иными словами, без больших войн. Не было просто. Все появлялось после крупных войн, как там, в Европе или в мире, мировых, в 20 веке. И тогда на основе результатов этой войны возникал баланс. Собственно, что такое Совет Безопасности? Это фиксирование результатов Второй мировой войны. С тех пор больше, слава тебе Господи, мировых войн не было, поэтому нет оснований, а каким образом трансформировать вот этот Совет Безопасности на основе каких критерий. Все эти разговоры, поэтому я вот, например, абсолютно не верю ни в какие реформы ООН и Советы Безопасности, потому что на основе чего? Там было понятно, эти победили, тех раздавили. Вот те, кто победили, те, значит, сформировали орган своим принципом и так далее. Сейчас, сколько ни говори про реформу Совета Безопасности, вот как, давайте включим самые важные страны. Какие? Давайте включим крупные экономики. А почему экономики, а почему, допустим, не те, кто больше населен? Ну и так далее. То есть, это бесконечный процесс, нет универсального критерия. Ну, трудно себе сегодня представить глобальную войну все-таки. Слава тебе Господи, вот от этого мы отошли. Я, кстати, в этой связи с тобой не очень согласен предыдущей эпохи, потому что все же это сейчас кажется, там, стабильность и так далее, но ты должен это тоже хорошо помнить, да, вот когда сбивают корейский лайнер или там размещают какие-нибудь пять ракет в Европе, и ты начинаешь сидеть дома и думать, боже мой, неужели будет ядерная война? Я не знаю, может, так не думал? Я вот так думал. По-моему, это был баланс чудовищного страха. Его сейчас вспоминать так, как конфетку немножечко неправильно. Боже упаси, конфетка была из определенной субстанции, поэтому, безусловно, это дело не в этом. Потом ты сидишь дома и боишься, не начнется ли ядерная война, и она не начинается. Вот с принципом баланса. Хотелось бы услышать мнение троих специалистов о мировой элите. Если мировая элита обо всем договорится, то войн наверняка не будет, а если не договорятся, то будут конфликты. Я имею ввиду уровень комитет 300, комитет 400, вот примерно в таком плане. Спасибо. Я очень хотел бы, чтобы у нас здесь обошлось без обсуждений масонских заговоров и так далее, но тем не менее, вопрос задан. Пожалуйста. Все. Нет, нет. Проблема была бы очень проста, если бы имели место заговоры, тогда можно было заговоры вскрыть и разгромить заговорщиков. Но самая большая проблема состоит в том, что нет действительной договоренности какой-то. Все развивалось изначально, вот так сказать, коренных основ. Нету никакого здесь глобального, повторяю, заговора, который действует вот таким образом. Есть, конечно, вопрос имел именно такой. Я, я. Если существует вот с точки зрения Константин Ивановича мировое правительство, ну, там, комитет 300, например, и оно всем управляет. Вот если оно договорится, то все будет хорошо. Вот вы слышали что-нибудь про комитет 300? Не, не, ничего не слышал. И считай, просто исключено это противоречило бы всему тому, что я научился понимать в отношении политики всемирной истории. Во-первых, спасибо большое уважаемому Харальду за его комментарий по поводу России. Вот, удивительно, что не гражданин Российской Федерации говорит о том, что действительно нужно сохранить наши ресурсы, нашей дорогой, богатой России будущим поколениям, тогда как сегодня нашу Россию превратили в сырьевую страну. И совершенно на нет свели созидательные отрасли производства. Вы не волнуетесь, она последние сто лет такой и была, да? Я не волнуюсь, я верю в лучшее. Следующий комментарий о том, что вот мы сегодня говорим о процессе глобализации и о том, что несколько раз было сказано о том, что это такой безличный процесс, объективный процесс, однако всю дискуссию мы все-таки говорим, мне представляется так, что вырисовываются главные герои этого процесса, а значит и есть заинтересованные лица в этом процессе глобализации, которые преследуют своего рода интерес в этом крупном мировом процессе глобализации. Ну и вопрос теперь мой, вот мы говорим о глобализации, а значит о всем мире и несправедливо мне кажется забыли о целом регионе большой земли нашей, это Латинская Америка. Вот у меня к вам к двум участникам этой дискуссии вопрос, как вам видится роль Латинской Америки в этом процессе. Одно добавление маленького, все-таки Уга Чавес, который пришел к власти в Венесуэле, да, может быть много комментариев по этому поводу, однако ведь именно он выступил за право каждого народа, каждой страны, за самоопределение своего пути развития. Это еще Ленин выступал. Как минимум. А я говорю о Уга Чавесе. А я про Ленина. Старый просто. Вот в этом собственный вопрос. В чем роль этого большого региона в процессе глобализации? Я думаю, что Латинская Америка безусловно будет играть заметную роль. Там есть страны, которые вполне достойны, если не мировой роли в понимании сверхдержавы, то занять место одного из ведущих субъектов, это прежде всего, конечно, Бразилия. Я боюсь, что я вас разочарую, вот уж кто точно не будет определять будущее Латинской Америки, это Чавес. Потому что я думаю, что он говорит много красивых вещей, но мне почему-то кажется, что его время заканчивается, просто потому, что помимо красивых вещей, он еще немножко руинировал экономику своей страны, да и вообще немножко поднадоел даже тем, кто за него голосовал. У Чавеса лично я будущего не вижу, а то, что Латинская Америка должна занять место, которое ей по праву принадлежит, без сомнения. Латинская Америка как единый регион, не существует такого, есть различные страны и части Латинской Америки, возьмите регионы от Мексики до Панамы, то там существует опасность того, что вся Центральная Америка увязнет в разгосударствовлении и в криминале Гватемала и в других государствах. Вы видите, там нищета, ниже любого уровня. Бразилия может стать глобальным игроком. Бразилия великолепно продвинулась, вкладывая инвестиции в свой народ, в образование, в молодых людей, в социальные программы. Ни одна семья не должна голодать, но каждая семья должна иметь возможность направить ребенка в школу и высшее учебное заведение. Уго Чавес не является... Никон, зачем нам нужно всем высшее образование? Кто будет чинить мою дачу? Если у всех в Латинской Америке будет высшее образование, а кто будет чинить машины? Кто будет дверь открывать гостинец? Если у людей есть перспектива в собственной стране, то тогда они найдут людей, которые будут соответствовать вещи делать. Уго Чавес хаотично правит страной, и он ничего не может предложить своему народу. С самого начала часть выручки от проданной нефти была вложена в социальные программы, но сейчас уровень безработицы выше, чем он был раньше, до прихода Уго Чавеса. Если никто не вкладывает, то предприятия не процветают, не создаются рабочие места, они уничтожаются. Венециуэла практически потеряла всю свою предпринимательскую элиту, они ушли за рубеж. Некто должен делать бизнес, должен подготавливать менеджменты, менеджеров, и это не Каудильо и его офицерская клика, а кто-то другой должен это делать. Спасибо. Более-менее мы разъяснили для себя положительные и негативные последствия глобализации, более-менее мы знаем механизмы ее работы, и соответственно мы знаем о том, что все заинтересованы в нормализации процессов глобализации. Вот вопрос, если все мы заинтересованы в нормализации процессов глобализации, что же мешает нам привести и сделать более эффективны все вот эти процессы? Это первый вопрос, и второй, если же все-таки мы соберемся и нормализуем процессы глобализации, то какие рычаги и механизмы мы будем использовать для этого? Спасибо. Здесь мы возвращаемся к тому, что обсуждалось, вот эта вот диалектика, то есть абстрактно все понимают, что нужно объединяться и нормализовать, как там, нормализировать процесс глобализирования, абстрактно понимают, но только до тех пор, пока это не означает, что вот конкретно ты, ну я имею ввиду, может не человека, а страну, должен пойти на определенные уступки, а чтобы пойти на определенные уступки, ну тогда хочется, чтобы другие пошли на уступки, ну и тогда и начинается нормальная политика, как всегда, а нормальная политика, как всегда, она всегда одинаково, в общем, и заканчивается, то есть она не глобальна, она все равно национальна и межнациональна, мне кажется. То, о чем говорил Харальд, это ожидание того, что осознание вот грозящей катастрофы изменит сознание, то есть я с этим согласен, что это необходимо, только вот разница в том, что он верит, что это возможно, а я нет, поэтому просто вот сказать, а что бы нам не сесть всем вместе и не договориться, ну не получается, вот уже сколько, две тысячи лет или пять тысяч лет не получается. да, но если было бы правдой то, что вы говорите, прогресса бы не было, а я прогресс наблюдаю, даже на свою короткую жизнь я наблюдаю огромный процесс прогресса, политический, социальный и так далее, так что я уверен, что ваш пессимизм не оправдан, вопрос, насколько своевременно это удастся реализовать, это, конечно, вопрос, и тут я не уверен, конечно, иначе можно было бы быть пророком и зарабатывать деньги предсказаниями, а я не пророк, но в чем я уверен, это то, что многие люди в очень многих странах начали строить политические организации, которые именно эти цели преследуют, есть действительно широкий спектр неправительственных организаций, которые связаны и выходят за рамки границ, здесь есть дебаты, здесь есть противоречия, конфликты между севером и югом, но они сотрудничают для того, чтобы продвигать политику в правильном направлении, я слежу за конференциями Большой Семерки и Восьмерки уже 30 лет, и я на многих был как журналист, раньше ситуация была такая, на конференции говорили о темах валютной организации и так далее, а снаружи стояли протестанты, которые кричали о бедности, глобализации и так далее, а сейчас по обе стороны забора говорят одни и те же темы, то есть те темы, которые обсуждаются за забором протестантами, те же темы обсуждаются и участниками конференции, но установка программы осуществляется политическими активистами для этой конференции, поэтому я уверен, что если больше людей будут в этом участвовать, желание кооперации будет увеличиваться, и важность, чтобы было давление снизу, более активное, но когда ситуация была другая, всегда было именно так, либо люди организуются и объединятся ради интересов себя и своих детей, или они передадут это все каким-то элитам, которые думают только о собственном обогащении, тогда они проиграют. Такой вопрос, не считаете ли вы, что глобализация в общем-то процесс может быть положительный, но развитые страны должны больше прикладывать сил для развития глобализации, потому что зачастую именно эти страны закрывают свои рынки, предпринимают те шаги, которые останавливают этот процесс. То есть они препятствуют? Частично да. То есть золотой миллиард препятствует глобализации? Нет, это невозможно измерить. Возьмем пример Китая, потому что я в этой проблематике особенно хорошо разбираюсь. Из североатлантического пространства огромные деньги были вложены в Индию, в Китай и в страны переходной экономики. В том случае, если мы закрывали рынки от тех товаров, которые идут оттуда, тогда мы бы обесценили свои собственные инвестиции. То есть это не имело бы смысла. То есть так ничего не получится. Но в принципе, я уверен, что глобализация процесс позитивный, потому что это ставит страны и народы в зависимости друг от друга, а это заставит в случае кризиса нации кооперировать между собой. В большей степени, чем если бы они были независимы. Но мы говорим об очень близких проблемах разными терминами, разными словами, но проблемы почти одни и те же. Я вот хотел что спросить или сказать, или высказать некое короткое суждение. Ведь противники глобализации, они говорят, что они против вестернизации, против американизации, против долларизации и так далее. То есть глобализация это прежде всего переток капитала, это распространение денег, это открытость границ и бизнес, который становится транснациональным. Но вот в этой ситуации возникает проблема. Представьте, что вы на сцене, вы три человека одинаково обеспечены, допустим, хорошо обеспечены. У каждого из вас миллион евро или долларов, чего хотите. Но при этом один из вас ортодоксальный иудей, другой, скажем, атеист, а третий буддист. Вот что у вас будет общего, будет вам о чем говорить? Вы совершенно разные. И вот глобализация – это сближение финансов без сближения культур, без сближения идентичностей. Отсюда и возникает протест, и каждый хочет себя сохранить. Более того, если подвести итог и поставить вопрос более острый, коротко и четко, на мой взгляд, вот все это потребительское общество в сущности – это бессмыслица. Потому что нельзя сказать, что человек, который в 10 раз больше получает другого, он в 10 раз счастливее. Вообще проблемы в чем-то другом, проблемы в духовном поиске, и не хватит ли нам уже заниматься этим накопительством, и, может быть, пора поискать какую-то идею, систему ценностей. Я думаю, что на самом деле эта идея существует, и это даже не свобода, а это мораль. Потому что общество, которое развивает какую-то одну грань, достаток, 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 его перекашивает, как флюс с больным зубом. Вот гармонично является идея Бога или идея морали. Все остальное – дисгармония. И мы уже прошли рубеж, когда погоня за достатком является разумной. Она уже неадекватна. Ну, ваше мнение. Я сейчас… Да, во-первых, мы тут вот выбирали, кто будет атеистом, кто буддистом. Я решил быть иудеем. Значит, мне был предоставлен выбор, опять же, что важно, в рамках глобализации. Я бы хотел… I'm the Buddhist. Извини. У меня выбора не осталось, как всегда, в глобализации. Скажите, пожалуйста, при суперглобализации будут ли суперденьги или будет что-то такое, ну, не военный коммунизм, а глобальный, военный глобализм какой-то? Доминирование доллара как резервной валюты и торговой валюты и вследствие механизмового рынка. И вот сейчас восприятие этой системы скорее… этой не системы скорее негативное. 1,7 миллиарда триллионов долларов у Китая в виде облигаций накоплено. Это означает, что китайцы хотели бы уйти от этого. Многие страны, которые экспортируют сырье, также хотели бы отойти от доллара, и поэтому в политических и академических кругах по всему миру думают об альтернативе. Может быть, стоит воспользоваться предложением Кейнса и создать новую искусственную глобальную валюту, которая только тогда может выжить, если все страны будут в этом участвовать и будут следовать правилам. А такое правило, одно из правил состоит в том, что не может ни одна страна иметь в течение долгого времени либо сильного профицита, либо сильного дефицита торгового бюджета. Что мы переживем и увидим, это то, что китайцы постараются свой юань установить как дополнительную резервную валюту. Они в Бразилии, например, такое соглашение заключили, что они в национальной валюте торгуют, и таким образом, наряду с долларом и евро будет китайская валюта. Но я думаю, что придется все-таки обратиться к предложению Кейнса, иначе система будет продолжать, оставаться нестабильной. Что касается ориентации европейцев, я думаю, что здесь есть определенное недопонимание того, что происходит в Европе. Мы в Европе добились уже очень многого, и многие европейцы уже не осознают, что я могу от Хельсинки до Лиссабона ездить без паспорта, не меняя ни копейки денег. Это действительно огромное достижение. У меня есть общий европейский парламент. Я могу обращаться к депутатам Европарламента и говорить с ними о европейском законодательстве. У нас более 20 тысяч общеевропейских законов, которые действуют по всей Европе, и в каждом суде можно подать иск в том случае, если произошло нарушение такого закона. И если бы какая-нибудь опасность угрожала этому порядку, то наверняка проевропейское движение было бы очень активным. Но сейчас есть определенные болезни роста. Возникают вопросы, каким образом организовать политический институт, чтобы они подходили к этому европейскому процессу. Нам необходимо настоящее европейское правительство, а не просто какая-то небольшая администрация, как сейчас, которая дает определенные предложения. И у нас, конечно, есть сопротивление национальных правительственных аппаратов, которые любой ценой хотят сохранить свое министерство и свою псевдовласть. И еще некоторое время пройдет, конечно, но, несомненно, это произойдет. Харальд, а когда, вы думаете, существует возможность перехода к кенсианской всемирной денежной системе? Ну, вот если мы говорим о будущем глобализации, то о какой перспективе мы говорим? Я уверен, что такой момент настанет, конечно, если, конечно, глобализацию не повернут спясть. Если будет вот такая интеграция, такое слияние, рано или поздно нам понадобится такая мировая валюта, и это будет валюта, которая будет регулироваться, финансироваться всеми государствам, и не будет доминантной валюты какой-то, как-то имеет место. Что касается готовности к изменениям людей, которые держатся за то, что есть, знаешь, великий Эрик Фрид, поэт Германии, тот, кто хотел бы, чтобы мир оставался таким, как он есть, тот не хочет, чтобы он оставался вообще. Но можно ли перевести, или нет, вроде перевели. Добрый день. Вопрос господину Лукьянову. Скажите, пожалуйста, почему вы так пессимистично смотрите на это, в отличие от господина Шумана? Вы ожидаете, если я вас правильно понимаю, что только большая катастрофа, новая мировая война может привести к тому, чтобы ведущие страны объединились и создали некую дееспособную международную организацию, некий институт, который может справиться с мировыми проблемами. Я правильно вас понимаю? Я не верю в качественные перемены без большого кризиса, просто потому, что никогда не было такого раньше. И почему мы думаем, что теперь будет иначе? Я не имею в виду мировую войну, как раз вот мировая война в том понимании, как это было в 20 веке, потому что сейчас невозможно. И, кстати говоря, одна из причин этого это наличие ядерного оружия, потому что ядерное оружие играет очень дисциплинирующую роль, потому что теперь действительно всем понятно, что если оно будет применено, то уже выигравших в данном конфликте не будет, хотя, к сожалению, это чувство тоже слабеет по мере его расползания. Но могут быть другие катаклизмы, могут быть региональные конфликты. Востояние Индии и Пакистана не обязательно превратится в ядерную войну, но оно может спровоцировать такую войну обычными средствами, которые заставят все прочие крупные страны вообще что-то срочно перестраивать в отношениях. Либо это может быть природный катаклизм такого масштаба, который действительно перечеркнет все, что было. Но, на мой взгляд, без какого-то потрясения ожидать, что люди вдруг осознают пагубность разобщенности, все-таки не приходится, просто потому что так никогда не было. И одно слово еще про Европу. Сейчас же действительно наступила совершенно новая, наступила новая эпоха. Впервые за 500 лет Европа перестала быть центром мира во всех смыслах, в том числе в экономическом. И, как мне кажется, вот это тоже довольно серьезная ломка сознания, перестать чувствовать себя главными в мире, во-первых. Во-вторых, понять, что риск экономического отставания очень высок. И те, я совершенно согласен с Харальдом, что многие европейцы просто не оценивают тех благ, которые они имеют, привыкли к ним. Но сейчас начинается и другой процесс. Впервые из-за демографических проблем, из-за экономического торможения социальной реформы, которая не производится, новое поколение понимает, что они будут жить хуже, чем их родители. Просто объективно, по объективным показателям. А это очень трудно как бы с этим смириться. Поэтому те протесты, которые мы наблюдаем в Европе в последние годы, они ведь очень любопытны. Они по форме, это такой, как радикализм 68-го года, а по сути, они противоположны, они глубоко консервативны. То есть, не трогайте, не менять ничего, оставить как есть. Если, а тогда было наоборот, все сломать и построить заново. И мне кажется, вот это очень тяжелые процессы, которые тоже, ну, они безболезненно и бесследно не проходят. Мистер Шуман, скажите, пожалуйста, вот в последнее время достаточно часто параллельно с дискуссиями о глобализации звучит еще термин глокализация, который, по-моему, одно время очень ярко выступал в работах Зимбанда Баммана и так далее. Вот, я правильно понимаю, за этим термином стоит смерть государства, в перспективе, но и одновременно параллельно усиление качественного природы сепаратизма. Вот, как вы видите будущее государства в процессе глобализации? Спасибо. Я не вижу конца государства, я не вижу отмирания государства, что я вижу в любом случае в некоторых развитых странах. Все больше будет людей, которые хотят попытаться ввести какие-то полуавтономии в отдельных сферах. Например, производить и потреблять исключительно предположим сельскохозяйственные продукты своего региона, вместо того, чтобы зимой привозить, скажем, из Бразилии, из Чили, там бананы или свежую капусту из Италии, или предположим, что касается энергоснабжения, то сейчас в Германии активно дискутируется следующее. Сотни тысяч людей берут энергоснабжение в свои собственные руки, создавая возобновляемые возможности и источники энергии. Вот. И я думаю, что многие другие могут это сделать. Таким образом будет, опять же, большой степени автономия для того, чтобы цепочку приращения стоимости сохранить в своем регионе. Но вот эта регионализация, локализация, она не остановит и не отменит глобализацию. Нам понадобятся электронные сети, глобальные. Мы не сможем каждый у себя дома, в своей мастерской, так сказать, компьютер клепать. Я хочу сказать, что вы понимаете, все согласны, что будущее зависит от молодежи, от ее общения, от ее взаимосвязей. Я наблюдал несколько лет назад в Марселе, как там и поляки, действительно и чехи, как у себя на родине, вели себя совершенно свободно, отдыхали и так далее. Я озабочен будущей российской молодежи. Российская молодежь должна сама столкнуться с европейскими ценностями еще больше. И в этой связи я хочу задать вопрос, может быть, я ошибаюсь, не боится ли Европа, затягивая или не ускоряя процесс устранения визовых барьеров, не боится ли она России, не закрывается ли она от России и не впадает ли она в этом смысле в противоречие с теми ценностями, которые сама декларирует. Вопрос, очевидно, Харальду Шумуна. Харальду, Харальду. Придется ответить за Европу, Харальду. Ну, что касается визовой политики Европы и России, она, как вам сказать, это, знаете, вот как вроде детишки, которые снежками перекидываются. Один сзади снежок бросает, другой, значит, обегает этого первые в лицо ему снежок кидают, потом извиняются, да, я не хотел попасть тебе в лицо, а потом опять по-новому начинается все вроде как в кошке-мышке игра. Поэтому я, конечно, не могу отвечать за всю Европу, но у меня есть такое доброе чувство, все-таки, имея в виду Германию, я относительно, относительно уверен в том, что Россия ни в коем случае не собирается отворачиваться от России, потому что есть слишком много людей в Германии, которые имеют положительное представление, образ России, не о российском правительстве, но о российском народе, я знаю, масса немцев, они именно так и видят Россию, и я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Вынужден огорчить господина Шумана на переговорах между Россией и Евросоюзом по ведению безвизового режима самую жесткую, неуступчивую позицию занимает Германия, именно Германия, правительство Германии, скажем так. Но по целому ряду причин. При этом я совершенно уверен, что в перспективе лет пяти виз у нас не будет. Ну а я вас прошу, дорогие господа, поблагодарить Гаральда Шумана и Федора Лукьянова вашими горячими субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.